Ну, здесь вопрос, с чем может быть связана смерть бывшего главного редактора газеты «Президент». Сам Петербург действительно несколько дней умер во время местного услуга, не проснулся. Но, так сказать, я думаю, что здесь, к сожалению, имеет место быть огромный уровень стресса, в котором он находился постоянно по своей работе. И человек просто износил себя, и такая сущность просто не могла вернуться в свое тело. Что такое умереть во сне? Это считаются счастливые люди, да? Многие говорят, о, умер во сне, счастливые, да? Такое хорошее. К сожалению, это далеко не так. Когда человек умирает во сне, это значит, что сущность не смогла вернуться в тело. Значит, и она или захвачена была после выхода из тела. То есть, понятно, что такое, когда мы засыпаем, наше сущность покидает тело и уходит на другой уровень. В детстве, может, это помнили, а потом, обычно, память заблокирована, и мы ничего не помним. Но, допустим, наверное, каждый сидящий здесь в зале, кто-то, сейчас скажу пример, может, интересно, у кого такие примеры были. Ну, не было в детстве такой ситуации, когда, ну, кто уже, не ребенок, конечно, кто ребенок, если детство еще не прошло, когда во время сна за вами гонится какой-то монстр, бежит, вы убегаете, и вот-вот готовы схватить вас, и вдруг перед вами проваливается земля, вы летите в пропасть какую-то, кричите, криким просыпаетесь в своем физическом теле. Кто-то испытывал такой опыт? Поднимите руки, пожалуйста. Ну, больше половины, да? Вот, а знаете, что это значит? А вот это означает то, что вот, когда сущность выходит из тела во время сна, она, оказывается, ребенок, в силу того, что, ну, когда последнее обращение человека, все более подробно расписано, у ребенка, он еще сущность не может выйти на более высокий уровень, попадает во время сна на уровень нижнего астрала, ну, это джунгли, и там, естественно, полно астральных хищников. И вот когда вот этот хищник начинает охотиться за вами, за вами в данном случае, кто испытывал, то, естественно, единственное спасение, чтобы не быть скушенным, это впрыгнуть в свое тело. Поэтому, когда критический момент, под ногами развернуется пропасть, я тоже это помню хорошо, летишь, в крики летишь, кажется, летишь очень долго, я не знаю, мне кажется, вечно летишь в эту пропасть, и потом, бух, просыпаешься, окажешься в своем собственном теле. Это защитная реакция, когда сущность просто прыгает, как королубка или как черепаха, она прячется в свою панцирь, так, и сущность впрыгивает обратно в тело, и спасается от гибели. Так вот, если по тем причинам сущность не смогла вернуться в свое тело, то есть, когда человек умирает во сне, это означает одно, или эта сущность была захвачена паразитом, или просто повреждена была линия, как говорится, серебряный, то есть, канал связи сущности и тела, который всегда существует. Вот если кто-то обрежет, вот в практике индусов, у них считается выход из тела самым высшим достижением, но это далеко не выше, это начальная фаза, в принципе, это детский сад. Ну, они искаженно приняли знания, поэтому искаженно принятые знания начинают искаженно дальше развиваться. Так вот, когда учитель, гуру, учит своего последствия выйти из тела, то очень часто, ну, правда, они делают это зверски, чтобы вышибить, сознательно вышибить из тела, они используют энергию кундалини, в которой копчик в кресте находится, выталкивают, потом она бьет в мозг, удар по мозгу и вышибает сущность тела. Знаете, как он разбежается, хлопнулся головой в стену, он примет то же самое. Только когда кундалини вышибает, еще худшие последствия. При этом, если неправильно рассчитать, то от такого вышибания сущность тела может быть порожденный мозг. И в некоторых случаях обычно не рекомендуют, чтобы такие эксперименты проводились в присутствии учителя. Вот когда сущность вышибается, потом она должна вернуться обратно в тело, и иногда она не может войти в тело, и тогда учитель иногда может помочь вернуть сущность в тело. Но не всегда. Так вот, по тем причинам, когда разрушается связь между телом и сущностью, человек погибает. Это не самая лучшая смерть, поверьте. Нормальная смерть, когда человек выходит из своего тела в момент, когда физическое тело умирает в сознании, в таком невоориме с ней. Тогда сущность выходит и идет куда положено. Так что я не думаю, что его смерть связана с каким-то карой за то, что он там публиковал статьи. Хотя я думаю, что он публиковал статьи от такого плана, конечно, это составило ему достаточно много стресса и так далее, который, конечно, мог привести к ослаблению. Жалко, что именно журналисты, которые не боятся, которые, так сказать, как он говорил, сколько можно мне передавать, сколько можно бояться, хватит бояться. Ну, просто такие люди обычно и сгорают быстрее, потому что они идут против системы. Так что досадно, к сожалению, но это не было такого плана убийства, как вот заказное, потому что, по крайней мере, астральными планами те еще управлять не умеют. И навряд ли научатся. Надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok